привет мои дорогие котики мы сейчас с вами посмотрим когда закончится ваша черная полоса если вы находитесь на какой-то черной полосе когда что-то не получается все ваши дела как-то сыпятся из рук какие-то препоны все время не непонятные обстоятельства если вы из-за чего-то терроризируетесь либо вас кто-то терроризирует если у вас нервы сдают все как-то не очень хорошо идет и вы вот чувствуете реально что у вас какая-то не та полоса совсем несчастье и спокойствие какое-то да давайте с вами глянем когда это ваша черная полоса закончится мои дорогие ну что давайте посмотрим когда закончится черная полоса чем она закончится но вообще мы будем говорить когда именно она закончится потому что всегда за черный идет белая и это факт и гадать мы будем на герметическом таро черно-белом и будем искать ваше счастье у нас будет девочки не четыре а три варианта почему три потому что на это во первых как на перепресс перекрестке мыс мыс вот тут вот стоим и выходим до впереди дорога налево и направо какие-то пути идут мы сейчас посмотрим вы пойдете дальше по черной полосе либо она сменится белой либо это будет 50 оттенков какого-то серого цвета мои дорогие так что выбирайте что вас ждет впереди первый второй третий вариант черная полоса когда она закончится так давайте глянем выберите свой путь и давайте посмотрим долго ли коротко ли ждать нам конца вот это черной полосы депрессии болезни страхов каких-то атак на вас да когда вы перестанете беспокоиться 1 2 3 вариант ну что смотрим и так когда закончится первая полоса первый вариант кто выбрал вот этот путь дорожку десятка пентаклей вот смотрите девочки сейчас такой момент да когда вот эта черная полоса в ближайшее время она не то что достигнет своего пика знаки какие-то этой черной полосы будут идти вот прям завтра послезавтра на максимуму там три дня до но после этого вот это кстати не то что там вас ждет что-то плохое это говорит о том что будут какие-то знаки идти которые должны были вот с этими какими-то трудностями вашей жизни со стрессами да со страхами прийти и тут идет такое что вы где-то упустили уже какие-то знаки то есть были предвестники этой плохой полосы но как вот как-то вы знаете подумали что это само по себе кончится я запустили что-то по десятке пентаклей вы что-то запустили не обратили внимание на какие-то знаки и на них надо еще раз обратить внимание потому что они как знаете вот как об стенку горох и вот еще раз им надо проявиться то есть вот эти вот пятна как знаете на белой рубашке они еще чуть-чуть проявятся в вашей жизни вот в ближайшее время но это не сами прямо негативные какие-то моменты а как результат уже чего-то что случилось то есть это то что в принципе чем надо будет не но не то что смириться до а принять это как должное должное от того что вы где-то уже просто из-за лени и я так думаю что все таки тут еще лень тоже присутствует да вы на что-то не обратили внимание когда от вас нужны были какие-то решения причем эти решения должны были быть такие такого судейского плана то есть вам вам надо было решить какие-то вопросы как судья как третейский суд но вы эти вопросы забили на них закрыли глаза не обратили внимание и после этого вот сейчас то что вот куда это электричка летела в пусть и ну короче она и долбанулась и вот сейчас вот еще какие-то такие не очень приятные знаки вашей жизни по этому поводу будут но мы здесь для чего не для того чтобы говорить что все кошмарное все остальное мы сейчас будем решать вашу проблему по десятке пентаклей когда закончится черная полоса принцесса пентаклей да то что вот то что случилось почему эта черная полоса появилась потому что девочки это все таки вы да вы не обратили внимание на те знаки на которые должны были обратить свое внимание и разрешить их это как сорняки которые выросли вы на них закрыли глаза не обратили внимание и сейчас их трудно выдирать но вот этот как раз такой момент когда они созрели семена на этих ваших сорняках и они сейчас готовы упасть в землю чтобы прорасти еще больше да поэтому вам кажется что это черная полоса возможно никогда не кончится да ли либо вот как снежный ком что-то у вас такого набралось но сейчас еще посмотрим когда кончится черная полоса а рыцарь жезла пятерка пентаклей вам нужно прислушиваться то что вам говорят мужчины мужчины эту вашу проблему черную сторону вашу к черную полосу видят с другой стороны и они видят ее разрешимой до женщинам не доверяем девочки если вам дают советы женщины да ой пойдем то туда то сюда то ой сделай это или еще что-то женщинам мы просто ну не то что не доверяем да мы просто не обращаем внимание на то что они говорят вашу проблему вашу черную полосу под другой стороной видят мужчины и только логический мужской вот этот ум они немножко по-другому соображает чем мы девочки да и не так сильно все утрируют и мало чего бояться вот кстати мужчины они могут дать вам очень дельные советы как жить и быть и и на них можно положиться то есть если у вас есть какие-то такие не не развязанные узлы с которыми вы не можете справиться спросите совета у окружающих вас мужчин мужчины жезловые вот вам выпадают да они прям видят как вы крутитесь как белка да что с вами происходит и если мужчина вам что-то скажет вот этот так как он видит вам надо попытаться с его стороны как говорится так как он сказал так и сделать понимаете потому что если вы сами будете дальше это все разрешивать и за разруливать девочки да со стороны своей своих пентаклей то это не то что как-то хорошо вы выруете а это будет девочки еще какие-то такие моменты которых вы не понимаете вот реально понимаете вы не понимаете того как хвататься как выходить из этих ситуаций да просто нагребли скажем так под себя нагребли нагребли чё гребли непонятно и кстати а мужчины они своим мышлением не таким как у вас то вот у нас женская логика женская интуиция она не так разруливает то же самое что вот вы например до запарковались так что вы парковаться невозможно а получается если взять посадить мужчину он потихоньку потихоньку как-то своими путями он выйдет непонятно такой ситуации это как в вождении автомобиля женщины по-своему будет мужчин мужики вводят по-своему да и вот вам надо именно тот мужик который который припаркует вас правильно понимаете давайте глянем еще когда кончится черная полоса но она еще не так не дал не дошла до этого своего по апогеи вам все равно будут идти вот эти вот знаки о том что вы что-то сделали вот неправильно девочки да и тут тяжело конечно можно винить обстоятельства все хреново там начальники хреновые там кассиры магазин я обосрали оболгали там или еще что-то все происходит того что вы сами это что-то запустили и вот эти еще плоды пожинать до пожинать придется все но для того чтобы спокойно выйти из этой ситуации надо послушать мужчин они как-то видят получше эту всю ситуацию и вам готовы помочь кстати из и словом и делом как королеве кубков мужчины понимают что вам надо как женщине помочь понимаете как женщине сломалось колесо на дороге да не не кричим голосину а голосуем чтобы мужик остановился и вам заменила это колесо либо подсказал куда доехать да ну вот тут такое идет что вот эту проблему все-таки мужчины по-другому видят я на для них решаем а а вы немножко запутались возможно взяли на себя больше чем вы могли поэтому знаете оврал какой-то случился когда кончится черная полоса она кончится с первыми морозами точнее это какая-то у кого-то девочки это морозы а у кого-то это риск изменения погоды это вот как я вижу это вот у нас тепло-тепло а потом хиро хиро да и мороз такой сильно пошел и вот когда аж воздух трещит ваши но ваша черная полоса нас этим уйдет либо девочки дождь только вот было жарко пойдет дождь ну короче резкое изменение погоды даже очень сильно ветки на я погода буран какой-то там юга там или еще что-то резкое такое и еще может быть у кого-то что-то разбиться если у вас посуда побьется упадет что-то разобьется вы не кляните на чем свет стоит это будет конец ваших каких-то мучений девочки но тут реально идут какие-то такие мучения да потому что вас все задолбало вы просто я например тоже дохожу иногда до этого потолка до что мне уже кажется елышкинку это что за фигня то такая у меня бывают девочки тоже и у вас как раз просто это вне вашего понимания скажем так и вам кажется что это прям и без какая черная полоса это не не черная полоса это просто то с чем мы женщины не всегда можем справиться понимаете иногда нам надо по по помощь мужчин да мы же иногда вот в хорошем состоянии например ногу хочется какую-то вещь купить мы думаем блин ну зашло хочется купить там это леопардовое платье а потом когда мы идем с мужчиной мужчинка да нафига тебе но зачем тебе это леопардовое платье ты что дура что ли такое покупать да теперь эфи не идет мы думаем блин действительно хорошо что я не купила да ну вот с вами так должен мужчина поговорить решить какой мужчина девочки да во первых любой совершенно мужчина вы можете у нескольких спросить совета нескольких мужчин помочь то и обязательно вот этот же славы он отзовется кубкова не будет решать и кого не будет решать не будет решать ваши проблемы бубновый вот а жезловые крестовой девочки он отзовется тот который решит ваши проблемы есть такой мужик у вас просто надо попросить минимум четырех девочки и из этих мастей тот который может решить проблему он есть он вам и знаете и дельная подскажет и такое у вас раз знаете как от ли от души отлигнет вообще капец вы будете знать что эта проблема решена и эта проблема этом и яркий свет в оконце будет но это все равно как-то связано с какими-то такими вот ударами да что-то разобьется упадет что-то перемена погоды такая резкая тоже и вот с этими моментами да и у вас все все пройдет вот такой вот мои дорогие первый вариант так смотрим второй вариант когда закончится черная полоса шестерка жезлов а вы уже с этой черной полосы выходите либо уже вышли но она подходит концу это по-любому шестерка жезлов и вы на хорошей дорожке стоите тут к вам помаленьку потихонечку во первых деньги будут идти это вы будете это либо находить либо вам какие-то доложки будут возвращать это могут быть такие премии если на работе да это еще дополнительный какой-то заработок то есть у кого-то например будут потихоньку или или не потихоньку подниматься продажи давайте еще глянем то есть у вас знаете пошла денежная дорожка вы уже на нее вступили все нормально но давайте еще посмотрим когда закончится черная полоса рыжи жезлов деньги вас к вам идут идут к вам и деньги но смотрите тут отшельник еще выпал этот вот этот период который у вас идет на он у вас сложный он сложный и он я бы рассказала кармические такие моменты как сейчас у вас они периодически повторялись и будут где-то повторяться вашей жизни да то есть это что то что в принципе через что вам всегда приходится проходить да но это как не что-то плохое а это выход из зоны комфорта для того чтобы вышли вперед вам все время надо знаете вот через эту плаценту какой-то через этот пузырь пробиваться и всегда вы чур так как вы немножко с ними связаны да все равно вы чувствуете какую-то боль и сейчас вот этот период жизни вообще черной полосой на самом деле не назовешь это то через что вы должны всегда проходить для того чтобы двигаться дальше вперед вот у вас такое развитие идет что она вас закаляет это вот вот эта черная полоса она вот не черная это то же самое что вы закаляетесь да на вас ушат холодной воды вылили вы отекли как говорится аккумулировать аккумулируете свои силы то ваш организм начинают лучше и лучше работать понимаете мозги начинают лучше и лучше работать вы никогда не будете повторять каких-то ужасных ошибок да вы не овца вы не тупая овца тут вот по картам говорят что во у вас это просто период жизни который закончится и всегда начнется новый что-то новое 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 и даже если вот представить вашу жизнь и что вы хотите жить тихо и спокойно чтобы его все время как песня поется у вас было 100 долларов в кармане которые никогда не заканчиваются да это не про вас когда у вас они заканчиваются вы даже иногда искусственно это делаете что вот полностью типа в говне в каком-то на дне каком-то но дело в том что после этого вы как птица феникс все равно возрождаетесь понимаете и вам иногда надо прочувствовать вот это дно двумя ногами крепко на нем стоять чтобы хорошо подпрыгнуть потому что подпрыгнуть на одной ноге да ничего в принципе не даст поэтому вот это не черная полоса это выход из зоны в комфорта в которой вы находитесь и может это не комфортно совсем но это не черная полоса а когда вы все ближе 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 к ближе к новой какой-то жизни кажется вы живете хреновее вам все не нравится какие-то депрессники болезни всякая фигня но потом вы выкарабкиваетесь из этого понимаете вы выкарабкиваетесь и уже живете опять какой-то новой жизнь потом вам какое-то время комфортно но вы понимаете что надо двигаться дальше да и когда вот вам надо двигаться дальше вокруг вселенная люди вокруг вас какие-то обстоятельства все вас подталкивает к чему-то новому дать еще посмотрим когда закончится эта черная полоса у вас король жезлов башня и отшельники башня здесь выпали жезлы опять выпали королева мечей но это путь сильной женщины это путь очень сильного человека и знаете у вас не не овцы психика у вас не психика там не мозги вот какой-нибудь и вот если вы были бы простой такое какой-нибудь дурной возможно вам бы и хорошо и весело жилось именно в том где вы живете и как вы живете и даже может хуже обстоятельства да но у вас критическое мышление вот критическое мышле мышление слова критическая ситуация скажем так да и она все равно вас это ваше мышление она направляет вас на развитие и когда вам кажется что все плохо вас мозг начинает понимать что пора в этой жизни ёшкин кот что-то менять да и вы начинаете брахтаться прыгать ходить искать пути раз пути выхода из ситуации пути развития да и вы сами себя выталкиваете из любой хреновой ситуации в которой вы не оказались мало того вы еще и потащить за собой людей своих и близких можете и все остальное и вы в роду то боевая единица понимаете которая на самом деле может все понимаете иногда кажется что блин нафиг мне тащить кого-то я хочу жить как ромашка понимаете ромашка в поле радовать сосону солнышку и просто поворачивать свою пестика тычинку в сторону солнышко больше мне ничего не надо это не про вас это не про вас у вас совершенно другие мозги мозги человека которые очень часто будет находиться находился в каких-то стрессовых ситуациях но даже если бы у вас никаких стрессовых не было ни чтобы не предполагала этого вы бы сами это себе понимаете пододвигали вот эту лестницу с которой можно навернуться но в то же время на по этой лестнице можно добраться туда куда извините другие добраться кроме вас не могут поэтому с одной стороны можно это еще знаете объяснить как какой-то тяжкий груз да на плечах но вот этот тяжкий груз только вы в состоянии вынести понимаете на своих плечах вынести многое можете вы и у вас путь того который тянет не только себя но еще кого-то за собой до людей которые вот такие вот травинки букашечки там такие белые овечки которая без руководителя без вот этого вожака никуда понимаете и в этот вожак а вожаку не не плестись в хвосте понимаете нос по ветру надо держать у вас все будет хорошо и тут путь богатой женщины но и стервозное еще да тут один из минусов ну да это можно сказать минус вы не будете никогда добренькая вы не будете вот такой вот женщиной которая будет жалеть всех там знаете котиков собачек даже не котиков собачки ну таких вот людей неудачников их не будете жалеть во все время будете к ним критически относиться также будут обсирать вас вот эти неудачники не буду говорить да ты да что ты значишь что это ничего что ты можешь и все остальное токсики я вас умоляю будут попадаться все время да они будут портить вам настроение но от этого вы будете еще сильнее и круче понимаете и будете их не коровом хвосты крутить понимаете от нечего делать а в это у которой будет все в этой жизни да и в чем прикол вы будете понимать как вам это досталось и уважать других людей которые такого же как вы иметь не будут вы уважать не будете и будете просто говорить им в глаза ты кто такой да давай до свидания вы будете это говорить возможно вы сейчас это говорите да да потому что ты ты этого добьешься скотчу через сколько ты пройдешь в этой жизни да но тебе это все воздастся и все что ты будешь в этой жизни иметь да и какая бы падла тебе не говорила что ты там что твои деньги или что там а и что там твое образование или там что там твоя карьера пошли не на хрен такие люди но фишка в том что вот как раз те в спину тебе и будут смотреть знаешь ты запомни такое есть выражение одно да пофиг что люди говорят тебе в спину главное когда ты повар оборачиваешься все замолкают понимаешь вот эта история про тебя даже где-то не надо там кого-то жалеть и все остальное все в себе в угоду делать в году своего развития и помогать своим например то свои своей стаи до своим детям помогать там еще к своим родственникам каким-то но не давать чтоб тебя оскорбляли обижали понимаешь вот этого всего до слезки как говорится отольются мышки на кошки мышки на слезки так что тебе только вперед идти не сдаваться да и не думать что у тебя какая-то черная полоса это всегда выход из зоны комфорта у тебя всегда у тебя даже черных полос не бывает можно так подумать в депрессии дождь у тебя все время черная полоса ни хрена это не черная полоса это ток чему то двигаешься к чему ты идешь а ты идешь к большому это и большой достаток это и недвижимости этой самореализации это карьера это все понимаешь а это все легко не дается вот такой вот девочки второй вариант но это для сильных вариант если бы ты была были как говорится не сильно если бы был об этом вялой какой-то овечкой ты бы этот вариант не выбрала и он бы тебе бы не открылся ну что мои дорогие вот такой вот второй вариант третий вариант давайте посмотрим когда закончится черная полоса восьмерка кубков у вас выпадает черная полоса где она здесь восьмерка кубков девочки это знаете чем у вас связано это больше связано с эмоциями на самом деле тот черной полосы как таковой то и нет у вас проблемы на фоне эмоционального общения с другими людьми возможно вас обидел любимый человек возможно в какой-то в суд зависимости в социуме всю зависимость в какую-то впали до от кого-то возможно вас обидела ваша мама либо какой-то кто-то говорит про вас плохие слова и вы на это очень сильно реагируете и мир окрашивается у вас какой-то черный цвет но на самом деле на вашу черную полосу как вы тут думаете то выпала восьмерка кубков а черной полосы нету есть ваше эмоциональное отношение к этому всему давайте еще раскроем это все когда кончится черная полоса двойка пентаклей девятка пентаклей и все переворачиваешься карта рыцарь мечей удалите сорняки со своей жизни вам мешают люди люди которые вас губят люди которые губят вам психику вашу так что если вы тянете какого-то алкаша если вы тянете альфонсо если вы в созависимых отношениях там где вас на вас напал эмоц энергетический вампир эмоциональный вампир какой-то чмо которая из вас тянет энергетику которая оскорбляет вас бьет унижает все все плохое девочки да просто удаляете это из своей жизни если у вас есть какой-то враг не надо идти на и на конфронтацию потому что вы оттуда набираетесь вот этой негативной энергии которая окрашивает понимаете вашу воду в черный цвет только эмоции окрашивают вас в этот черный цвет вот и все для того чтобы вас не красили в черный цвет как забора вы не забор да просто берем пропалываем мои дорогие тут надо просто убирать людей со своей жизни будете дальше их жалеть понимаете думать о что они вам скажут и все остальное нет мы просто уходим от всех токсиков от всех кто просто на ваше эмоциональное состояние влияет всех убираем не конфликтуем а просто есть вот черный список для чего он придуман этот черный список именно для тех которые хавкают на вас понимаете давайте еще глянем когда закончится черная полоса мои дорогие по третьему варианту когда закончится черная полоса сила и правосудие пятерка пентаклей двойка жезлов принцесса жезлов что тут я вам скажу смотрите как мы делаем мы вот этих токсиков своей жизни убираем просто черный список вот смотрите у вас сто пудов есть кто-то кто вас дергает и он вам где-то пишет может быть звонит и все остальное вы не выясняйте что ты знаешь я тебе блокирую потому что не надоело или просто уходим по-английски понимаете просто берете сейчас и блокируете блокируйте все все вот это вот где как будто бы не какие-то нерешенные проблемы все остальное если у вас не прибит гвоздь и вы никак не можете допроситься кого-то до его блокируем есть другие люди которые этот гость забьют понимаете вот эти вот проблемы которые у вас не решаются или созданы другими людьми мы и с ними прекращаем общаться и когда вы сто процентов для них закроете двери стопроцентно откроются двери для других людей которые помогут вам понимаете у вас проблем нет ваш ваша черная полоса это отравленное ваше эмоциональное состояние ваше настроение отравлено счастье ваша отравлена токсиками чмошниками которые вас окружают и вот смотрите как их убирать до или как понять кто же вас такси цируют как говорится интоксицируют берете просто вот от кого у вас нервы кто вам делает нервы просто берем и в черный список и в черный список и в черный список даже если это какие-то родственники ваши это вот вы что им должны что-то по жизни или что кому что должны вы себе должны первую очередь вы должны себе сейчас почему то что вы себе должны откладывать и долги ащика позволяйте кому кому-то вас дергать даже если это знаете извините меня если это мама у кого-то токсик или там еще кто-то можно и на два-три месяца знаете переживет без вас и все остальное бывшие мужья бывшие понимаете не вылуп не вылупившиеся из яйца эти вот ваши любовники и все вот ниточки тут идут к другим людям вам просто травят жизнь вот и все когда кончится черная полоса десятка мечей ай вот свинья какая не девочки это не вы виноваты в своей своей-то фигне вам травят жизнь этот иерофант выпал верховный жрец это тот который прям знаете как сидит на вас понимает и греет яйца понимаете на вас и и так удобно вами удобно пользоваться у вас у вас нравится травить понимаете нет вот я вам серьезно говорю не откажетесь от этих людей дальше будет фигня на коллеги по работе это как с коллегами по работе просто даже знаете в их сторону не поворачивать отвали от меня как говорит один строитель на некрасивом языке до на матном языке отвалите от меня просто и все отстаньте отстаньте вам надо кого-то убрать может даже это не один человек потому что вас травят ваше эмоциональное состояние из-за этого из рук вон делам могут идти и все остальное потому что вам не дает собраться с мыслями вам не дают хорошее настроение когда вы можете творить и все остальное когда кончится черная полоса принцесса пентаклей отшельник рыцарь жезлов вот кто-то вот ну понимаете звездит стоит между вами и вашим нормальным одно состоянием понимаете откатая жаба на груди и ваш сидит и душит вас всех токсиков нафиг его сразу почувствуете вот эта восьмерка кубков она сразу восстановится восьмерка кубков это песочные часы как говорится да и вот вам чтобы вы дальше работали просто надо убрать вот эта палку со своего колеса понимаете и не одну этого отшельника просто выкорчевать да и все будет нормально надо токсиков убирать тут девочки ничего другого не выпало полоса из-за того что на вас плохо влияет на ваши эмоции а вы как губка впитывается да вот это реагируете эмоционально на какие-то такие моменты посмотрите кто на вас присел а поверните голову направо и налево и посмотрите кто у вас сидит на плечах свесив ноги вот это тоже вот еще глянем когда кончится черная полоса девятка жезлов четверка пентаклей двойка жезлов да нету тут у вас черной полосы у вас черной полосы нету у вас есть какая-то сволочь которая сидит у вас на шее понимаете и и жрет вас вот это вот все вашу эмоциональность вашу любовь до высасывает все силы все и потому вы знаете совпалыми такими щеками и спалыми глазами смотрите на этот мир понимаете а мир то к вам нормально относится в и вам все время кстати надо заботиться о своем эмоциональном состоянии вы должны жить ровно спокойно понимаете и как только какой-нибудь то токсичный человек какая-нибудь токсичная личность приходит вашу жизнь отрубайте не ведитесь понимаете потому что вас так пощипает как курицу вы общипает понимаете в суп поэтому не давайте себя в обиду именно тем которые вам говорят плохие слова обозвал вас мужик какой-то дурехой иди нахер такой мужик в вам что-то вставят предъявают пытаются вас эмоциональные эмоции вы вывести все их отрубаем сразу в черный список не надо с ними хавкаться не надо с ними вести диалоги доказывать что-то пошли не нафиг всех просто пув пропололи девочки и вам аж дышать легче будет вот мои дорогие такой вот третий вариант все котики было такое вот гадание пока пока